Нет гендерной дискриминации в зарплатах. Британское правительство намерено уравнять оплату труда женщин и мужчин. Какие меры подготовил кабинет Терезы Мэй, узнавала Ирина Иванова, она в Лондоне. Зарплатный аудит. Великобритания проверяет, насколько бизнес недооценивает женский труд. Специальный закон обязал компании, в которых работает от 250 сотрудников, на этой неделе раскрыть информацию о зарплатах обоих полов. Требования распространяются на более чем 9 тысяч частных фирм и учреждениях госсектора. Уже известно, что в среднем британки получают за час работы на 18% меньше, чем мужчины. Зарплатное неравенство в пользу представителей сильного пола присуще 78% компаний. Только 13% больше вознаграждают женщин. Остальные 9 платят сотрудникам одинаково. Не все бизнесмены охотно соблюдают закон. Некоторые называют его слишком жестким. Премьер-министр Тереза Мэй не согласна. Тем, кто не выполнит требования, угрожают судебные иски и штрафы. Сто лет назад некоторые женщины только получили право голоса. Но, несмотря на прогресс, существует множество факторов, до сих пор сдерживающих женщин. Когда я стала премьер-министром, взяла на себя обязательство бороться с проявлениями вопиющей несправедливости, которые есть в нашем обществе. Одно из них – разрыв в оплате труда мужчин и женщин. Пока закон направлен лишь на анализ ситуации и не предусматривает какое-либо наказание за разницу в оплате труда. Правительство обратило более пристальное внимание на этот вопрос из-за нескольких громких инцидентов. Так, в январе этого года в эпицентре скандала оказалась телерадиокомпания BBC. Редактор китайского бюро Кейли Грейси уволилась, когда узнала, что получают вдвое меньше, чем ее коллеги мужчины на таких же постах. Директора корпорации Тони Холла даже вызывали в парламент, чтобы он объяснил, почему платят мужчинам больше, чем женщинам. Тогда проблему решили урезанием зарплат сотрудникам мужчинам. Ирина Иванова, Сергей Дубинин. Подробности Британское бюро телеканала Интер.